всем привет на канале вязание с крокос меня зовут ольга добро пожаловать сегодня пятница значит настало время для последнего старта в рамках совместного проекта 3 а старты июнь и давайте я покажу вам ниточки расскажу что же буду вязать сегодня вы видите перед собой пряжу красивого красного оттенка это alize lana cotton номер цвета 56 пробежимся по характеристикам 50 грамм 160 метров 26 процентов шерсть 26 процентов хлопок и 48 процентов акрил производитель рекомендует нам спицы три с половиной четыре с половиной крючок 3 4 у меня есть почти целая упаковка этой пряжи моточки по 50 грамм 9 мотков у меня целых и вот есть еще один моточек вот такой остался у меня от вязания детской шапочки для дочи весной вязала шапочку эльф ну и раз уж я уже показала немножечко я подготовилась к этому старту и связала образец единственно что я его не стирала но по шапочке я знаю то что она практически не изменяется до не деформируется сильно а если изменится полотно там на сантиметр на два то это ничего страшного потому что из этой ниточки я буду вязать для сына что-то пока что не определилась вот знаете в этих названиях толстовка худи но это будет не свитер там я не знаю свитшот как мне написали в комментариях да что девушка это у вас не худи а свитшот ну в общем то пока что я не определилась до конца с моделью сейчас у меня ребенок спит и вот когда он проснется мы с ним уже подберем модель либо это будет худи с просто с воротником либо это будет там толстовка либо это будет но толстовка я имею ввиду с капюшоном доходе с капюшоном что-то выберем мы из этого нижний образец у меня связано спицах три с половиной верхних на спицах 375 особо сильной разницы тут нет ну 375 немножечко порыхлее но пряжа еще чуть-чуть совсем разбухнет после стирки и заполнит пространство да мне в принципе подходит вариант на спицах 375 его я и буду вязать начинать также это изделие у меня должно быть хоть немножечко похоже на стиль человека паука ну то есть как бы я ему обещала связать вот именно толстовку кофту в стиле человека паука у меня есть задумка как это сделать там конечно не будет никаких жаккардов или каких-то сложных элементов нет но что-то я должна буду придумать вряд ли вы увидите это в данном совместном проекте потому что но долго его делать да вряд ли я успею конечные стрихи вам показать именно на этой неделе поэтому для тех кто интересен кому интересна данная тема то обязательно подписывайтесь на канал если еще не подписаны вроде всю информацию дала и побежала вязать точнее сейчас буду подбирать модели для того чтобы показать их сыну а потом буду вязать благо у меня есть уже все его мерки и есть образец что конечно упрощает задачу высчитай и начинай ну все погнали вот уж не думала что сегодня итоговое видео я буду снимать настолько поздно у нас уже начало 10 и я к вам подключаюсь много сегодня было дел много сегодня гуляли с детьми поздно пришли сейчас пока тоже все дела переделали вот только только дотянулась до камеры ну и впервые наверное за историю своих до три а старта в которых я участвую я выложу видео именно на следующий день не в пятницу а в субботу потому что сейчас пока еще смонтирую пока это все загрузится какой смысл ночью видео никто не снимает а с утречка часов на 9 10 в 9 в 10 до залью и так что же у меня отвязано на самом деле отвязано совершенно немного я начала вязание с капюшона забыла это слово видимо концу дня у меня уже маленько покидает речь ну в общем связала кулис очку пола резинкой для того чтобы потом вставить шнурочек то есть это будет выглядеть вот так вот здесь снятые петельки это горловина будущего изделия до будущей кофточки то есть в данный момент я вижу капюшон а вот отсюда пойдет вязаться кофта вижу простой лицевой гладью и скорее всего но не скорее всего а все изделия у меня будет лицевой гладью возможно буду использовать какие-то элементы ленивого жаккарда но здесь мы уже будем с сыном разбираться по уходу вязание то есть у меня два варианта либо сделать карман кенгуру либо сделать ленивый жаккард чтобы вот этот вот тип истории человека паука сохранить да ну посмотрим до этого еще очень очень далеко потому что лето и хоть в этой ниточке небольшой процент шерсти но вязать сложно именно поэтому я так немного провязала хотя вот эта полая резинка до провязывания двойного количества петель она конечно тоже заняла время здесь поворотными рядами лицевой идет конечно немножечко быстрее но все равно чуть-чуть похуже нежели ввязалась бы в круговую до буду продолжать этот старта все вроде как надо получается единственно что я конечно немножечко переживала по поводу размера попала ли я в размер но сейчас именно вот до вывязывания капюшона на сейчас к ребенку примерила вроде все в порядке как ложится ниточка мне нравится все хорошо но тут конечно во первых красный цвет во вторых вечернее ночное время пересветы не очень четкая картинка но я думаю что вы немножечко поняли мою задумку это как это будет это как это должно быть в жару вязать тяжеловато у нас солнечная квартира все окна выходят на солнечную сторону и вот либо вечером вязать либо в пасмурную какую-то прохладную погоду либо может быть ранним утром на последнее время на последний месяц наверное ранним утром у меня не получается вязать перестала я просыпаться очень рано с одной стороны это прекрасно с другой стороны мне немножко жаль упущенного времени ну ладно не про это сейчас данное видео и так несмотря на то что видео добивание довязы которые выпустила в пятницу и обещала что в пятницу будет еще одно видео но к сожалению нет снимаю в пятницу выпущу в субботу повторюсь так что не теряйте меня спасибо за просмотр данного ролика не забывайте переходить к девочкам скоро нас ждут уже итоги наших стартов пока что я не определилась в какое время в какой день я их подведу но естественно я обязательно их подведу надеюсь что пока не за какие будут результаты на самом деле очень хотела я и стремилась к шортикам чтобы их связать но пока что нет там даже половина не провязана поэтому да нужно к этому стремиться возможно они будут возможно они не будут в общем да другие процессы также буду стараться продвигать еще раз говорю всем спасибо за внимание всем любви удачи и тепла и всем пока пока до следующего видео